Добрый день дорогие друзья меня зовут Анатолий и сегодня я хотел бы коснуться такой темы как покупка кроссовок для спортивной ходьбы или бега Итак есть у вас определенные планы и желание оздоровить свое сердце, свои сосуды и это хорошее правильное желание и вы должны очень серьезно подойти к покупке и приобретению спортивной обуви потому что ассортимент очень большой, разнобрязие большое но есть определенные моменты на которые я хотел бы обратить внимание ваше при покупке кроссовок Прежде всего вес кроссовок, кроссовки не должны быть тяжелыми, это первое Второе, лучше не покупайте кожаные кроссовки, тогда ваша нога, стопа не будет дышать Покупайте из специального синтетического материала при котором волокна имеют определенные дырочки через которые будет осуществляться вентиляция ваших стоп, это очень важно Третье, посмотрите внимательно, насколько крепкий, крепок этот материал В свое время гарантия на спортивную обувь она была 24 месяца, потом стала 12 месяцев, а сегодня всего лишь 6 месяцев Но и не во всех магазинах и не все фирмы гарантируют свою обувь, даже кроссовки на 6 месяцев Поэтому найдите такие, чтобы они были гарантией Это должны быть определенные фирмы, которые уже наладили, производят выпуск спортивной обуви продолжительное время И этот опыт должен быть по крайней мере 10 лет И поэтому, покупая, вы должны обратить внимание на прочность, а затем вы должны купить следующим образом Оденьте двое носок средней толщины, то есть не тонкие, но не очень толстые, средние И эти кроссовки должны быть вам нормальными с двумя носками Почему? Потому что когда вы начнете бегать от 5 километров и более, то ваша нога будет немного оттекать И тогда давление стопы на обувь будет возрастать, циркуляция крови будет нарушаться А это будет создавать излишнюю нагрузку на сосуды и на сердце Потому что оттока венозной крови уже не будет в достаточном объеме И поэтому кроссовки должны быть на один размер больше того, чем вы обычно носите и покупаете И рассуждая о теме кроссовок, интересуйтесь также тестами Они всегда бывают, есть такая немецкая книга, называется Warn Testbuch И там вы можете найти топ-10 лучших кроссовок сегодня в мире, скажем, на 2015 год И рассуждая на эту тему, подходите ко всему Не с точки зрения экономии, а с точки зрения оздоровления А хорошие кроссовки, они не могут быть дешевле, чем 80 евро Просто не могут быть Потому что материал, он должен быть достаточно крепким, прочным, надежным И поэтому вы должны об этом знать Желаю вам Божьей милости и благодати До свидания